Азербайджан в последние несколько лет достиг впечатляющих экономических успехов. В Баку с блеском провели конкурс Евровидения в 2012 году и европейские, почти олимпийские игры в текущем. Но сделать евроремонт — это не то же самое, что принять европейские ценности. По сведениям правозащитников, Азербайджан систематически нарушает права человека, преследует инакомыслящих и критиков, особенно если те покушаются на самое сокровенное, то есть на правящую семью. Европарламент принял резолюцию, призывающую к санкциям против азербайджанских чиновников, нарушающих права человека. Официальный Баку обрушился на ЕС с резкой критикой и начал рвать отношения. К скандалу с особым интересом прислушались соседи по Южному Кавказу. Разговоры о партнерах ведет в Тбилиси Марта Ардашелия. Международные правозащитные организации снова и снова возвращаются к ситуации в Азербайджане и регулярно пополняют печальный список политических заключенных. Сейчас в нем 83 имени. В том числе журналист Радио Свобода Хадиджа Исмайлова. Она занималась антикоррупционными расследованиями и доказывала существование клановой системы в Азербайджане, на решение которой уже много лет возвышается семья президента. Суд признал ее виновной и приговорил к 7,5 годам заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов, хищении, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении служебным положением. За решеткой также супруги Лейла и Ариф Юнус. Оба правозащитники приговорены к 8,5 и 7 годам соответственно. Им угрожает пожизненное по обвинению в госизмене и шпионаже пользу Армении. Европейский парламент в азербайджанское правосудие не верит. В организации заявили о серии репрессий против гражданского общества и приняли специальную резолюцию. Ответ из Баку не заставил себя ждать. Сотрудничество с Европарламентом приостановлено на всех уровнях. Под угрозой срыва участия Азербайджана в проекте «Восточное партнерство». Это только бумага и не более того. Эта резолюция необоснованная, предвзятая. Она является политической провокацией, основанной на лжи. Гейдар Алиев – бывший президент, отец нынешнего президента Азербайджана. Олицетворение системы. Его бюст красуется в исторической части Тбилиси. Подобные памятники за пределами Азербайджана – большая редкость. Но для Грузии дружба с Баку обладает стратегическим значением. Третье государство Южного Кавказа – Армения – выбрало откровенно пророссийский курс. А значит, союзники здесь на вес золота. Радикальная смена внешнеполитических ориентиров Азербайджана вполне реальна. И в Тбилиси это осознают. Если правительство Алиева выберет полную изоляцию, Грузия останется один на один с Россией. Сумеет ли южнокавказская страна с евроатлантическими амбициями устоять перед натиском северного соседа? Прогнозы не самые утешительные. Азербайджан наряду с Грузией, Украиной, Молдовой, Арменией и Белоруссией в программе «Восточного партнерства» со дня ее основания. Однако уровень вовлеченности Баку в европейские проекты отличается от прозападных Грузии, Украины и Молдовы. До сих пор Алиев умело лавировал между Москвой и Брюсселем, пока речь не зашла о его репутации. В Грузии полагают, что именно бесконечная критика со стороны либеральной Европы стала причиной последних событий. Брюсселю стоило проявить некую изобретательность и, возможно, даже хитрость в общении с Баку. Ведь Восток – дело тонкое. В результате Алиев обиделся. И, по всей вероятности, это серьезно. Позиция Азербайджана, скорее всего, вытекает из той критики, которая слышна с трибун Европарламента. Эти резолюции, возможно, и обидели политический эстаблишмент страны. Считаю, что принимать поспешные решения – не самый лучший выход. Важно сохранить формат восточного партнерства. Нас очень волнует будущее соседнего государства. Мы желаем видеть демократическую, стабильную, безопасную, готовую на сотрудничество Азербайджан. Теперь Европейскому Союзу прибавится хлопот, которых и без того хватало с Арменией и Белоруссией. Эти страны вошли в таможенный Союз с Россией. Сделали очевидный выбор. Впрочем, борьба за постсоветское пространство будет продолжена, говорят аналитики. Около месяца назад в Брюсселе на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС обсуждался новый формат сотрудничества с Ереваном и Минском. Менее обременительный и более гибкий. Возможно, этот формат подойдет и для Баку. Мы ищем систему, при которой не рушились бы все мосты. Мы понимаем, что соглашение об ассоциации невозможно, и мы готовы найти более легкий вариант, менее настойчивый. Новый формат будет на уровень ниже, чем соглашение об ассоциации. Мы сделали предложение Армении, нам ответили положительно. В Белоруссии наблюдается движение, и оно не в отрицательном направлении. Европа не должна упускать эту возможность. Не нужно думать о режимах, нужно думать о населении этих стран. К процессу возвращения Азербайджана на европейскую орбиту должна подключиться Грузия. В оппозиционном едином национальном движении говорят, что Тпилиси вполне способен примерить на себя роль посредника. Мы должны подключить дипломатические каналы. Для Грузии важно, чтобы в формате «Восточное партнерство» был задействован весь регион. Азербайджан – стратегический партнер Грузии. Именно поэтому Грузия может взять на себя и функцию посредника. У нашей страны уже была подобная роль, и я думаю, при желании властей мы можем с этим справиться. Еще пару месяцев назад первые в истории европейские игры прошли в Азербайджане. Феерическое шоу удивило размахом и красотой. По мнению наблюдателей, высокий уровень организации спортивных состязаний – единственное, что в стране соответствовало европейским стандартам. Тем временем Хадиджа, Исмайлова и Лейла Юнус оказались среди 20 женщин, за освобождение которых намерен бороться Госдепартамент США. Помимо Азербайджана, в перечне стран, где женщин сажают по политическим мотивам – Эфиопия, Иран, Китай, Северная Корея, Узбекистан и Россия. Марта Ардашели специально для тайм-кода.